так ехал я ехал смотрю тайцы грузится плохо стали лесу вот здесь вот все лесом было за заваленного здесь вот была площадка а потом сюда заезжаем я вчера еще ехал смотрю ё-моё а тут их лесовозов вот вчера вот здесь вот все пустое пространство было заставлено лесовозами китайскими все-таки за них немножко взялись уже сколько просил это машине из-за меня конечно но совпадение там очередное ну вот здесь вот вчера лесовозов было много их и стояли они там с бумажками на входе может быть пытались там забыл вот несколько машин они забрали вот здесь несколько с березой вчера стояла а вот вот эти с листвиком еще стоят так что хоть немножко это на место поставили так сказать потому что они уже сколько ездят я вот сколько говорил что у них не документов не прав так нету и ездят совершенно безнаказанно так что хоть немного эти лесовозы не в работе а скоро весна распутится и глядишь еще немножко наша тайга устоит от этих выпилок бесконечных ну все поеду в гараж сергей санычу к ваньке там покажу что происходит сергей саныч вовремя навинтил на день добрый дороге ты куда навинтил вдруг мы от пьянок откололся на а ты вчера не стал молодец я ебнул нахуй ты молодец все-таки а выхлоп от тебя час или геннадий анатольевич венцов винпром санька привет здорово рад видеть тысячу лет не видит как дела вы куда пока никуда пока плана у вас какие-то дать решил опять свою технику олигарх поназаводил техники но это это у руси план такой чтобы разбогатеть серый ты понял как они делают они здороваются и потирают а карманы руки а у нас и карманов нет это чтобы деньги типа были ади иван иваныч там тут а здесь а там а ты видал сколько лесовозов на арестплощадке я знаю уже там два уехала чинанайских но я говорю два с безберезой да здрасте иван иваныч олега здорово кореш так ну и чё смотрелся с ваше это заседание с этого депутатская ржать замучился люди спрашивают что смене 66 нашей все уже финишная стадия сборки микро с микро процессе свечи чё новые нашел все да ты чё ты все-таки купил по это по каталогу какая должна быть видимо я думал такие которые и черт с ним можно типа так ну понял так ну ты сам до собирал через интернет или как там просто мне юра звонит горит типа это там вот этот по зубцам надо выставлять меня книжка книжка вот сейчас не только что звонил те руси говорил по-любому вот коробка иридиум вроде 404 миллиметра ну по это по каталогу да собрали или родные ну понял чё обмывать будем сергей за ночь запуску это как запустится потом да а то на сухую собрали запустится блин и так и пить бросить блин пока запустится сам я вчера хоть отъехал это чё на тобой издевается короче не надо тебе это коробка сергей саныч отошел отсюда откуда-то такой смотрю это чавкает ты чё чавкаешь до чая говорит шарахнул он на своем языке какого до этого каркаде одета его спрятал сергей саныч но покажи нычку свою слышишь влад все равно канал не смотрит каркаде чай покажи где вот грузинская настоящая конкретно ну да этот сосуд тот же просто это краски не те каркаде и куда ты пошел опять 1 ты подсадил тоже на грузинской веноги надянатолич конечно это же блять кизма раули и как с одной бочки додумаешь бочки может быть разные грязные другие деревянные скоро же выходных три дня подряд вы не слышали сергей за какой член какой за наш 23 февраля я даже не знаю какой счете чеснок по сути 20 вот счастливый человек чё там на твоем смартфоне показывает а вот 4 20 все верно мой смартфон вообще все показывает все что надо только ни хуя не видно все что надо показывает только ничего не видно сейчас ролик доделывал сидел иван иваныч позвонил верит поехали за бензином ролик вторую часть вовкиного дня рождения поехали горит эту на заправку машину собрал он потихонечку он не просил не мешаться ему там особо машина машина маленькая и я там около не очень много места занимая он говорит вали отсюда по-хорошему ладно поеду я в общем за ваньки сейчас машину прогрею сейчас покажу как она там вся чувствует после ремонта вот так что скоро будет в полном боевом строю автомобиль ваньки ехали чё собрал будет точно может бензин слили ведь думали тогда же что этот бензин виноват оказалось нет все орлик готов а чему провернет так стартером или выключать камеру есть до тревога определенного волнения сколько недели уже ковырялся с ним бензонасос это не слышно тоже не слышу чтоб качал туда бензонасос не качает и стартера нет стартера нет короче витя вичу на клемма пошевелить фишка вылетела он ванька по под машину может клемма скинуть просто она но обнулится ошибкой горит мало бензином десятки мало да не почему да он шутит кондиционер все духу он выключит уже а а а а а Какой бутылок. Фамера-ризолятор работает? А он у него всегда работает. Чек двигателя. Углятор снимаем. Глебу снимай, а чуть-чуть похури. Или видео надо ждать, чтобы ошибки просмотрели. Сергей Саныч. Ни хуй я делала, Ваня. Это надо шампанское объебать в колесо, бутылку. Об голову тебе надо. Ты куда ходил? Опять за шнапсом? За бухлом, блядь. Который раз за сегодня? Второй. Второй? Да, наверное. Ты первый раз много приносил, что ли? Вообще все в порядке работает. Не, ну так как раньше он не троит как бы. Так, тут сборище механиков сразу. Сколько оборотов там? Какой-то рабочий датчик там что-то займел. На это пол. Думал, что они, думаю, на гонке поставили датчик какой-нибудь, блядь, ну низкотемпературный, чтобы он не перегревал. В машине холодно, блядь, стекла запотесятся. На 60 градусов это, блядь, мало. Ты думаешь, он на 60, начинал включаться. А я даже потом фишку эту вытащил и ездил вот последние дни без вентилятора, блядь, он все равно не нагревался. Вот Сергей Александрович, пригодился фонарик наконец-то на голове. Это Русин, вообще-то. А, это Русин. А твое вообще не работает, получается? Да, он работает, там батарейки уже месяц, блядь, уже не наленок. Вот эти, дихуя, блядь, батарейки, они до сих пор уже месяц, блядь, светят. Ну, уже хуёво, они светят. Нет, тут еще знаешь, какая заморочка? Где термостат надо найти? Там два датчика. Один на температуру туды показывают, один на включение вот этой балды, Ванька. Может быть датчик там что-то не алёк. Вот это не он. Это не он далеко, это хуета какая-то. Вера, Ваня, пойдем, я керосина привожу. 60 градусов, это горит мало, а 40 нормально. Да нет, это ли, 40 лет. Керосина, говорит, приволок. Ну вот, три азербайджанца, ни о чем-то. Сидят, думают, чутки, да? Сидят, пиздят, нет, они что-то накатили, понял? И сидят такие, и валят. А что вот у них за вот эта мода, вот у них? Это сигары. Да это, они сигары никогда не курили. Они, мне кажется, вообще не курили эти, как их, узбеки. Ну, эти, как. Горцы? Ковца, да, конечно. Они же, блин, чистые такие. Что-то в глаз попало, слезица. Сергей Александрович, пожар там или что? Нет, там все ништяк. Ну, это просто, что-то, блядь, солярка, не солярка. Вы уверены? Ну, ясное дело. А что тут гореть-то, чему? Действительно. Не, сейчас слышишь, что мы по-другому все работаем. Ну, лучше. Нету вот этого, бок-бок-бок-бок-бок-бок, как это. Ванька, ты вот этот датчик не вкручивал? Сейчас выдержка отдаст, нахуй. Вот попробуй, плавно работает, ну, мягенько. Ну, ну, блядь, как-то. Вань, скинь пока. А, скинь. Нету, пойдем туда, наверное, наеду. Но это все равно ошибки надо сбрасывать. О, как больно. Да там ошибки, нахуй, ебать эти ошибки. Потом она сама по себе притрется, примет. Ну, какой ошибки, что неисправности. Нет, ну, наверное. А трубки здесь по-другому не поставишь, да, вакуумные всякие? Почему можно где-нибудь объебаться? Вот там мог я объебаться. Ну, я видел там, вот, вот эти. Здесь, вот, вот эти. А вот тут уставили, не подъебешься? Тут я вот, я вот, а там я не снимал. Вот эти снятые, но они по-другому их не поставишь. Вот здесь непонятно. Вот, вот эти вот где-то вот объебаться. А вентилятор остановился, блин. Фишку нашли, вам. Еще одна, еще одна фишка была не на месте, на своем. А что он, ты думаешь, будет трехцилиндровый без вибрации работать? Это, кстати, все-таки, 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 все-таки. А, нет, ну, пара. Мне кажется, он и будет как инвалид, как работает. Стремится, он троит. Блин, я просто настолько привык к его работе, предыдущей, который... Он не троил, он васмирил. Сейчас, мне кажется, он вообще чисто работает. Ты имеешь в виду, что он сейчас идеально работает? Да, это после того, как мы вот ездили на нем с Владивостока. Да, нет, колотиться-то он не должен, все равно. Так, ладно, поеду, я доделываю. Это везде, отец расстроен поведением детей. Добавь огня, чтобы растопить сердца людей. Добавь огня в малифесты картонных вождей. Добавь огня, и чайник засвистит на плите. Отец расстроен поведением детей. Ковнутся, разделение в дом. Все, друзья, поехал домой. Там Иваныч пытается найти, где какую трубку, он не туда воткнул. Или шланчик. Вот, поеду, доделаю кино. Так, Иван Иваныч, расскажите, что у вас работает автомобиль? Нормально сейчас? Что починил, как? Витя помог. Ну, катушку. Ну, что, троился, смысл? Да, да, да. Да, не, я приехал, его не было, ведь. Думаю, сам гляну, ведь, и поснимаем. Подсвечники эти? Ну, фишку с катушки. Ага. Все ясно. Все, короче. Тут соседа, Джимник, поехал, а он же у нас и движет. Ага. У него эти катушки. Ну, я в дверь взял, одну запасу, вторую, воткнул все вообще по-другому. Едет, да? Ну, лучше, чем ездил, конечно. Да, конечно, едет. Вообще, как форик. На малых оборотах. Как форик, получается. Не надо вот это, знаешь, разгазовывать. Ну, в смысле, лучше едет, чем мы ездили на Ольгес тогда? Ну, конечно, лучше. Да? Ну, все. Он, честно, на малых едет. Вот я в сапегу в гору поднимался, специально так. Ага. Так, 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 газу дышим, джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи. Сейчас и бензина меньше жрать будет, наверное. Наверное. Так, ладно. Чего мы тут поменяли? Ванька поменял главный рабочий цилиндр сцепления. Опять у нас сцепление пропадало. А до этого поменяли главный цилиндр сцепления. Как он называется правильно? Ну, тут главный, тут рабочий. Главный, рабочий. Сейчас рабочий, как главный. Прокачали сейчас этот рабочий. Ну, вообще полностью опять шприцом в систему. Сейчас посмотрим, если опять будет пропадать сцепление, черт его знает, что тогда. Уже все поменяли. Все поменяли. Там осталась одна трубка. Только то, что мы не поменяли метр трубки. А, и раздатку нам надо будет сейчас посмотреть, что-то вылетает пониженная. Видать, шестеренки уже. Иван Иванович поехал тестовый проезд сделать. Здорово, Андрюх. Ты что, со сменой? Я вон, чай бью, смотрю, носятся. Я говорю, мне щенки бабушки бегают. Да отпустил побегать. А не туда, он уже к соседу, в огород. А, да ты что, рабочий. Тот еще болеет. Да ничего, нормально. Уже по весеннему все в кепочке. А что нам, минус 30, тут если минус 8, это вообще жара получается. Питон, здрасьте, а где-то носится? А, вот он. Не, вон он. Сверюга. Сейчас они тебя вчетвером-то оприходуют, слышишь? Ну, вон-то и той не уступает. Жигант. Грязется с ним. Барбосятина. Ух ты, блин. Сейчас они тебя втроем-то, смотри, расчехвостят. Вот этот болеет, да? Вот больной, но... Не, ну ты, Тома, кушает, да? Он кушает все. Поправить. Поправить. Они с удовольствием сидят. Ну, и он, да, печенку ест? Больной ест? Ест, ест, ест. Ага. Поправить. В 4 часа я им заливаю. Что ты, малыш? Иваныч возвращается с прогулки. С автопрогулки. Вон, какие лыжи подарили Володьке. Это Димка был, забирал щенка с Амурской области. Вот, подарил лыжи. Вова. Я сразу видел это. Не нафинтил бы он на этих лыжах куда? Вот так работает джимик. Все, никаких перебоев. Иваныч. Поправить. всего не горит все нормально все включается пониженная не вылетает но опять же без нагрузки тут везде прямо по глушителю слышу да не то что пока 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 когда этого и мотор вибрации нет все отлично среди все шестая вроде как готова джимик на ходу не раздави своего кормили так что скоро поедем строится